Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мой муж не хочет Моя сестра пришла с учебы и сказала Пошли на свидание Мне сказали взять любую подружку Я сказала, что у меня есть сестра И потом первого квитня Зустрелась, а так и познаймилась Ты с ней спілкуешься Деясь в людину в очередь Приятно на душу просто робиться И все С первого взгляда Чувствую, что Такая трошки с изюминкой Была куча удовольствия, так сказать Друг от друга За один статевый акт Она может отримать Три-четыре задоволения Вау, Виталик, вау 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 Он мне предложение сделал на Новый год Подарил букет В букете было колечко Стал на колени И предложение замуж Я очень рад, что она стала моей дружиной После свадьбы мы поехали на море Там вообще все было круто Секс был? Каждый день Да Было, было, было А потом в прошлом году как-то не стало А сейчас это, ну типа надо Вородина, типа для галочки Как-то так все к этому подходило Вот это у него работа, его вся Вот это он весь в работе Даже если я уставшая Я приползла с работы То я, это, я хочу А он нет Но потом он просто сказал, что он не может Ну так часто Это был для меня шок Меня просто поразило Тем более мы только начали жить вместе Мы только начали жить в какие-то отношения Это не главное для отношений просто Раз в тиждень, раз в два тиждня Он это не облаштовывает Вона хочет больше, больше, больше А она потом лежать, обижается Там не говорим на наступный день Ты ему угрожаешь, что я разведусь с тобой? Зачем друг друга мучать? Боюсь разлучатись С чем вы к нам пришли? Ну, интимной близости мне мало От мужа Мало мне секса Как часто вы занимаетесь сексом? Раз в две недели Раз в две недели? Да А раньше как было? Чаще Сколько? Как часто? Ну, раз в четыре-пять в неделю Как часто хотелось бы вам? Ну, так как раньше было Чтобы так? Да Как давно вы вместе? Вместе два года Но женаты семь месяцев Хорошо, когда все изменилось? Ну, где-то месяца три-четыре назад Как-то утихло Виталик? Секс, он на другом плане Я ничего не хочу А она хочет больше, больше, больше А как вы ему сообщаете о том, что вам бы хотелось? Достаточно того, чтобы он сказал Или я скажу, что я тебя хочу То есть Вот вы говорите Я тебя хочу А он? Нет Ну, бывает иногда, ну, редко, но какие-то отговорочки есть Какие? Отговорочки? Ну, то есть вам женщина говорит, я тебя хочу О, нет, нет, мне сейчас голова болит На ее думку Секс, вы не будете Там практически чуть ли не каждого дня Я ничего не хочу Я хочу, чтобы меня просто хотели Как женщину Ну, то есть, как жену Я жду инициативу от мужчины Пары чаще вот в своей этой обиде друг на друга Она мне не дала, он не захотел Знаешь, это такое, очень, такие низкие отношения Не дала А он не захотел И они закрылись в себе, и все И он уже не хочет, а она все время ждет Она все время чего-то ждет Просто дуже велика нагрузка пошла Я один находился в черговой частине Кем же вы работаете, Виталик? В милиции Так вот, где у вас больше всего секса А вы кем в милиции работаете? В какой милиции? В ППС или ГАИ, кто вы? Не, в дежурке Звание какое у вас? Старший лейтенант Целый день сидите? Целые сутки На телефоне? Да Отчего же вы устаете? Вы совершенно не тратите силы, энергии Допросы не проводите, за абонитами не гоняете? Ну просто, что организм сам по себе Вот именно в сутки бывает Устает сидеть? У меня сутки на работе Сутки через двое, а раньше сутки трое За двое не успевает? А за трое успевал? За трое, да Может вам стул поудобнее в дежурку поставить? Да не, удобнее Чтобы пристательную железу не так давило Да я ему говорила, что нужно встать, поприседать хотя бы А то сидеть, сидеть постоянно Какие-то упражнения Дело в том, что застойные явления в молодом возрасте Они как раз стимулируют сексуальную жизнь То есть появляется неясное желание чего-то Освобождение этой железы Ну когда вы не работали сутки через двое Вы как-то чувствовали себя по-другому? Ила, Виталик, или нет? Да, было А почему пропало? Из-за работы вы все-таки считаете? Или все-таки... Ну просто очень большая нагрузка Я предлагаю еще одну работу найти для Оли Есть Пусть работает тоже Так я на двух работах работаю Тринадцать с половиной часов в день Причем не сплю я двадцать часов на ногах А на сон остается четыре часа Если на следующий день опять на работу Ну я же хочу И все равно хочет секса Черт, а? Женщины более живучие Вот же Витальке не повезло-то, а? А вы где работаете? Я медсестра Тоже надо медсестра и милиционер в одной квартире Ты представляешь? Даже в секс-шоп идти не надо Все, униформа есть Может быть, вам не хватает разнообразия? У вас разнообразный секс? Нет Нет То есть вы все время в одной позе с выключенным светом? Почти А как бы хотелось, Оля? Я хочу себя проявить в сексе Как бы, ну, чувствовать себя раскрепощенно А я не могу этого Я не могу раскрепоститься с ним до конца Ну, естественно, если женщина издает какие-то звуки И мужчина во время этого Я хочу даже в этом Расслабиться Расслабиться, да А Виталик Тихо-тихо Там Все под одеялом А какого разнообразия хотелось бы? Экстрима какого-то Экстрима? Оль? Мне да Ну, хотя бы там В каком-то необычном месте В каком-то неожиданном месте А был бы опыт такой? У меня да Да? Где? На капоте машины под дождем Виталик А у вас был опыт? Нет А чего хотелось бы? Что с такой С причинкой Может быть, чтобы Оля напала на вас? Смотрите, можно пойти от профессии У вас супруг милиционер А может, он хочет, чтобы вы на него напали А он там отбивался А представляете, он сидит в дежуре целыми вечерами И представляет, как он в костюме спасает город Залетаете к нему в дежурку Со шваброй Кричите им Лежать, ментяра! Штаны снял! Как вы хотели, экстрим Вас хотят еще другие мужчины? Предлагают вам там познакомиться где-нибудь? Да Да Виталик, вы знаете о том, что Олю хотят другие мужчины Да, знаю И как вы к этому относитесь? Негативно Негативно Может, налево вам сходить от него пару раз? А я ему уже говорила, что я пойду Вы относитесь к этому негативно, но тем не менее не хотите заниматься сексом Давайте попытаемся максимально объективно в этом разобраться Мы исследовали просторы интернета и поняли, что тема «Мой муж меня не хочет» одна из самых распространенных на женских формах Давайте посмотрим, что пишут женщины Интим исключительно по моей инициативе, когда я практически, извините, на него залезаю Не думала, что при живом муже куплю себе вибратор Снится, как я занимаюсь сексом с другими мужчинами Встретила с работы в боди с вырезами Шпильки, чулки, макияж яркий Локоны накрутила Он прошел мимо, не тронув, не обняв Секс у нас раз в полтора месяца Разнообразие Я это пробовала И костюмы, и в разных местах предлагала Бесполезно Вот такие вот истории У меня на прошлой неделе была пациентка Два года у людей нет секса Для меня, например, это шок Я говорю, а отношения у вас с мужем нормальные? Она говорит, нормальные То есть люди воспринимают уже как норму отсутствие отношений Существует в обществе такая тенденция, знаете, инфантилизации мужчин Когда многие мужчины предпочитают мастурбацию Тому, чтобы заниматься сексом со взрослой, живой, другой женщиной Они предпочитают просто каким-то образом занимать себя Игрушками, компьютерными, спортзалом, увлечениями, диетами Походом куда-либо с друзьями И в целом, да, сексуальная функция мужская Она сегодня действительно падает Мы вышли на улицу города и спросили у женщин Почему, по их мнению, у мужчин пропадает желание? Давайте посмотрим Ну, усталость на работе, естественно Первое Второе Кризис Он может говорить, что у меня кризис среднего возраста Не трогай меня Обмазок может быть каких угодно В большинстве своего мужчины изменяют своим женам Я сегодня с друзьями Я сегодня в футбол дружу Моя на сегодня интересный фильм Я хочу спать Мне завтра в рейс рано вставать Надо бы спать Ты будешь, что мне не цитрабораски в руку Вот такая была Я устал Голова болит Давай не сегодня Голодный, может быть Может, она импотент просто Это мнение женщин Женщины предпочитают думать, что это связано не с ними напрямую Что это потому, что пьет, потому что гей И это лучше, чем он просто меня не хочет И предпочитают связывать не собственной плохостью То, что нет сексуальных отношений А с тем, что с мужчиной что-то не в порядке Ну, как-то вот женщины не говорят о том, что мужчина мог обидеться Женщина могла просто задолбать его Она могла перестать быть ему интересной Она может вести себя абсолютно отвратительно Постоянно применять какие-то манипуляции к нему Требовать чего-то, ничего не предлагая взамен Юля, ты знаешь, это, конечно, уникально Вот, чтобы мужчина придумывал отговорки от секса Вот я тебе клянусь Я никогда в жизни не придумывал отговорок Я обожаю секс Люблю больше всего на свете секс И, наверное, когда я перестану его любить Скорее всего, я умер Поэтому, безусловно Женщина, конечно, должна чувствовать Когда секс сейчас просто невозможен В силу каких-то сильных душевных переживаний Или просто физическая усталость Но если вы ничего не делаете И можно заняться сексом И женщина хочет А ты не успел об этом подумать И она сказала первое Поехали! Бывало и такое, что я была голая Или, так сказать, лежала И все Но он не обращал внимания И мужчина вот с такой же легкостью Можешь женщине сказать Да как ты можешь думать о сексе Когда сегодня умер Джон Лена? Да как у тебя вообще язык повернул? Сергей, скажите А в вашей жизни были такие ситуации Что надо было найти отговорку? Вариант того, что сегодня был очень тяжелый день Настолько тяжелый Знаешь, так столько неприятностей Вот, знаете, мужчина, как правило, это вот так вот делает Столько неприятностей было, не знаю Ну, почему ты просишься? Да я посплю Ну, не факт, что это неправда, понимаете Мужчина действительно бывает выматывается На мужчинах нагрузка больше, чем на женщинах Надо это учитывать и прощать мужчин Мы решили узнать, почему на самом деле Мужчины отказывают в сексе Давайте посмотрим Я должна была понимать, что я могу уставить на работе Домашние какие-то хлопоты Правда, уставший был И говорил, что ну вот сегодня никак не хочу Стресс серьезный был Важливо спортивное змагание И потребно быть заряженным и трошки злым Иногда проблема в женщине Женщина себя запускает Таким образом мужчина больше не привлекает Или Женька была какая-то страсть Все, она погасла Утратил мужскую силу Как вы думаете, почему Виталик хочет так редко? Как реагируете вы? Я стала более раздражительной По отношению к Виталику Кричу, ну там Прикрикиваю, кричу, ссоримся Причем, что если мы ссоримся, то Виталик молчит Ну это настолько нормально Когда женщина раздражается И хочет кричать, плакать и вопить Когда секса не хватает Мы так устроены, да Мы это либо будем когда-то сублимировать Потом в домашнее хозяйство в тряпку До одури, пока дырку не протрем в столешнице Либо это будет хороший секс Либо это будет действительно раздражительность И вспыльчивость Удовлетворение не приходит И женщина накапливает И продолжает сама себя этим же заводить А у нас в студии есть женщина Которая столкнулась с подобной проблемой И хотела бы задать вопрос Здравствуйте, Елена Здравствуйте У нас с мужем секс редко В основном получается, что После скандалов и ссор Вот, ну все происходит бурно Так очень эмоционально Страсти, эмоции Вот, но Получается так, что для того, чтобы был секс Мы должны ругаться То есть секс это хорошо, а Ссоры плохо Я не знаю, честно говоря, сколько мы продержимся И сколько оно будет продолжаться вот в таком режиме Есть пары, которые Настоящая иллюстрация того, что есть синдром Нерона Это когда мужчине для того, чтобы испытывать возбуждение сексуальное Ему нужно свою женщину обязательно ругать Император Нерон своих жен Благим римским матом покрывал В интимные моменты Его это здорово возбуждало Ему это нравилось Ему было хорошо Вот это то, что называется мейкап секс Это люди специально некоторые начинают ссориться Для того, чтобы получить удовольствие от того, что тело становится гораздо более податливым Нервные окончания раздражены Мы раздражены в целом Любое прикосновение приносит массу удовольствия Это же манипуляция Часто женщина идет на это И в конце концов ни к чему хорошему не приведет Потому что мужчине надоест Этот лишний адреналин Виталик, вам нравится Оля в гневе? Бывают такие моменты, что виталка я Бывают моменты, что я ее возбуждаю Знаете, у меня дружбан есть один старый Вот они с женой одно время постоянно ссорились И он такой достаточно крепкий человек Она его побаиваться стала Я ему говорю, слушай, ты может жену-то свою отдашь куда-нибудь на восточное единоборство? Говорю, чтобы сравнять шансы Мы так посмеялись Она два или три года ходит на восточное единоборство Я вам клянусь, она его сейчас боится так Боится не потому, что он ее побьет А потому, что если она разойдется То она его закатает в эту гипсокартоновую стену И он там будет как фотография Но они ругаться стали меньше Вам надо силы сравнять Главное, чтобы он вас не бил Вы после ссоры с сексом миритесь? Не всегда Достаточно поговорить, обсудить, ну простить друг друга и все А секс после ссоры был хороший или так себе? Хороший А когда Оля кричит, вам нравится? Не Не стараюсь заспоковывать Главное кричать Чтобы на полтона ниже В последнее время из-за любой мелочи Кричу И поэтому, вы думаете, он не хочет секса? Ну думаю, да, что я его подавляю Таким образом Так перестаньте кричать Я не могу перебороть себя Я уже старалась, пыталась Все равно эмоции берут вверх Я все это время задаю себе как мужчина вопрос Вот Хотел бы я как мужчина Простите, вашу супругу Я бы тоже не хотел вас Ваше неумение его почувствовать Ведь в нем есть наверняка И в каждом человеке есть чертик Или есть тема, которая возбуждает мужчину При любом темпераменте Но если женщина не хочет почувствовать это И просто в лобовую Секс Просыпается, только не так Секс Может он боится проснуться, спит подольше специально Потому что, может он хотел по-другому К моему счастью, моя супруга всегда очень тонко чувствовала ситуацию И если она чувствовала, что я не готов Она не провоцировала эту ситуацию Крик женский на мужчин действует крайне отрицательно Когда мужчина слышит громкие звуки Тем более крик Он реагирует на этот звук Как на сигнал об опасности Он себя изолирует Он просто отворачивается, уходит Делает вот такой жест, что Меня это не касается Замолчи, не трогай меня Нам стало очень интересно, что же происходит с мужским организмом во время женского крика И мы решили показать это наглядно Виталик, хотите ли вы поучаствовать в эксперименте? Да Тогда мы вас просим пройти в нашу специальную комнату Ользи, чтобы вы поучаствовать в следующей части Ользи до подоби голосно объяснить стосунки Но человеков это не так же обеспечивает Особенно в равноваженном Витале Что происходит с мозгом героя в момент, когда дружина голосует? Для проверки мы предложили человеку прослушать разные звуки Та зафиксировали показники его эмоционального стану Тобто роздратывания Або навпаки Позитивного збуджения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Серед них и крик Ольги, який он чует мало не щодня Чего ты мовчишь? Чего ты мовчишь? Чего? Придурок! Придурок! Не мовчи! Скажи что-то! Скажи! Що ж насправді коїться з чоловіками під час істерик дружини? Та які звуки вивели витриманного Віталія себе? Результати замыть! Скажите, нету ли чувства, що виноват і ви в тому, що ваше мужчина відказувається от секса? Оля, є? Так, є. Я як би пітаюсь укротити себе, але як-то не пітається, і все ровно я пітаєю там і кричати. В цей момент я пітаєю, що може не потрібно було пітається, а я пітаєю. Тому що я вже привыкла, навіть, к цьому. Головне, що ви пітаєте, але нічо з собою поделати не можете. Ну, як-то да, так пітається. Оля, ну нет ничего ужасніє, чим вот эта домашня сигнализация. Вот когда женщина кричит по-настоящему. Главное, їй даже все ровно, що она кричит. Ей, якщо в цей момент, наверное, облить холодною водою, она скажет, привет, як дела? Ти вже з роботи повернувся? А Віталик мене як-то обливав. Ну, он смотрел-смотрел на мене і вилил стакан води. Ну, ви знаєте, лекторський приєм такой. Для того, щоб тебя аудиторія услышала, нужно говорити не громче, а, може, тише. І тоді зразу тебе. Ну що, давайте вернем Віталіка обратно. Віталик, повзвращайтесь. Що там с вами делали? Кричали на вас? Да. І як вам? Нічого, нормально. Нормально? Понравилось? Конечно. Результаты мы узнаем обязательно, но немножко позже. Мы сегодня вот говорили с нашими героями о том, что профессия, да, накладывает свой отпечаток, и человек очень устает, не может фактически заниматься сексом, у него не хватает сил. А вот скажите, дорогие эксперты, на ваш взгляд, какая профессия вот отбивает желание больше всего? Ну, если мужчина на своем месте занимается своим делом, то никакая профессия не должна отбивать от любимого дела. Это же, ну, почти что хобби. Секс – это хобби? Это любовь, это... То есть это отдых, скорее, после любой профессии. Это, знаете, как говорят вам, секс – это вам не сон час. Тут мало в трусах бегать по палате. Виталий, что говорит? Ну, все тоже, потому что я устал. Я знаю очень многих мужчин-гинекологов, которые, ну, и на работе успевают, и у любовницы, и дома, и всегда им хочется. Поэтому, мне кажется, если уже эта профессия не отбивает желание, там, заняться с женщиной любовью, то остальные уж точно не должны никаким образом влиять на это. Вы не готовы жертвовать отдыхом своим ради того, чтобы удовлетворить свою супругу? Да. Мы сегодня неоднократно говорили о вашей работе, которая влияет, как вы говорите, да, на ваше сексуальное желание. Но есть и женщины-труженицы, работа которых влияет на них так, что мужья их потом не хотят. Давайте послушаем. Добрый день, меня зовут Мария, мне 29 лет. Я сейчас одна, одинока. Я рассталась со своим мужчиной, с которым мы прожили в гражданском браке, четыре года, потому что я задушила его своим авторитетом. Я три с половиной года, работаю начальником в страховой компании. В моем подчинении на этой должности у меня семь человек. Соответственно, я должна быть абсолютным лидером, каким я есть. Я занимаю активную жизненную позицию. Я властная женщина. Я всегда знаю, что я хочу и как мне это сделать. Соответственно, в своей личной жизни своим мужчинам я точно так же его контролирую и указываю, что ему делать, как им на работе. В постели у нас была аналогичная ситуация. То есть я абсолютно доминирую над ним. Я знаю, чего я хочу, и я не боялась ему об этом говорить. Мужчина мой абсолютно негативно на это реагировал. Говорил о том, что он чувствует себя в постели со мной роботом. И вот на почве этого в том числе мы и расстались. Я понимаю, что мне нужен мужчина, который сильнее меня, который меня пристрюнит, с которым мне будет интересно. В этот момент хочется сказать, как в том классическом фильме. Ну ты, конечно, доцент, вор авторитетный, но зачем ты так при Мишке? Конечно, работа дает отпечаток на жизнь, безусловно. Но как-то же живут и женщины-милиционеры, и даже женщины-охранники. И я больше скажу, и в армии женщины есть. И при этом у них обычно такие очень нежные и ласковые мужчины, которые занеженные, как коты. Нет, просто вам надо, приходя домой, выключать это все. Научитесь выключать работу. И все будет замечательно, на мой взгляд. Но это действительно история о том, как мужчины реагируют на завоевание условно сильной женщины. Это может очень забавлять поначалу. Это может казаться очень сексуальным. Подчинить ее, взять ее, показать, кто дома хозяин, кто главный. Но в целом сексуально-женское, женственное поведение, оно в любом случае принимающее. Пусть иногда дерзкое и провокационное. Но все-таки вот такая женщина-босс, женщина-начальница очень скоро перестанет быть желанной для мужчины, если она не научится его принимать, не научится его соблазнять и наслаждаться своей женской ролью. Скажите, вас это вообще беспокоило, то, что Оля так опекает вас и правит вашей семьей? Да, моментами. А вы говорили об этом когда-то? Бывало, что да. А вы, Оля, что? Молчать? Нет? Нет. Я выслушала, сделала вывод, но потом приняла заново. Сделать все, что я хочу. Спасибо большое. Мы собрали информацию и сейчас готовы огласить перечень самых опасных для мужского желания профессий. Вы готовы посмотреть? А мы готовы показать. АПЛОДИСМЕНТЫ За доследжениями манчестерских ученик было выявлено пятерку найнебезпечнейших профессий для человеческой силы. До лібидо-вбивших относят творчие профессии. Такие как актор, працовник телебачения и все через ненормованный график и нервовое напряжение. Из-за такого способа жизни все резервы организма спрямовываются на восстановление жизненно необходимых функций, а на что-то другое уже просто нет сил. Правоохоронцы также перебывают в зоне риска через стресс. Артерии завождаются и обмеживают циркуляцию крови, что может вызвать эректильную дисфункцию. Працовники леварных цехов работают за высокой температурой, что негативно влияет на качество сперматозоидов. А вот шахтарии, в арсенале работы яких есть отбийный молоток, страждают от так называемой вибрационной боли, которая с часом может привести к импотенции. Спортсмены и бодибилдеры часто имеют проблемы в сексе, потому что вживают стероиды для увеличения мязевой массы. Но параллельно с этим, большие дозы некоторых химических препаратов повышают синтез тестостерона. Это, в свою очередь, может привести к атрофии яичек и эректильной дисфункции. И, че не на первом месте, офисные работники и программисты. Сидящий способ жизни погрешивает кровопоставление в статевых органах. И в ночи кровь не способна нормально заповнювать пенис. Также часто использование мобильных телефонов негативно влияет на репродуктивную функцию. Адже они створюют навколо себе электромагнитное поле, яке впливает на биополе людину. Это приводит к порушений статевой системы. В том числе статевый орган может уменьшиться в размере и выкриваться. Если вы носите телефон в кишине штанев, то будьте готовы, что у вас погрешится якость спермы и появится эректильная дисфункция. То же лучше кладите его до сумки, чтобы уменьшить прямый негативный влияние на ваш пенис. Втім, главным убийцей секса есть отсутствие здорового сна. Адже всеми в этот час виробляется наибольшая количество тестостерона, потребного для человеческого здоровья. Отже, человечки замыслятся, чи готовы вы жертвовать сексуальным здоровьем заради работы? Вот такие вот профессии. Мне кажется, это не зависит от профессии как таковой. Жизнительняшка. Есть белая и черная полоса. И в каждой профессии есть удачи, есть невезение. Естественно, в момент, когда у тебя что-то не так, тебе труднее это делать. А когда зато ты на коне, вот здесь, пожалуйста, женщины, перехватывайте нас. Мы снимали один скетч-ком, в котором женщина прекрасно справлялась и с негативными эмоциями своего мужа. Он приходил с футбола, команда проиграла. Она одевала форму команды соперника и говорила, давай, оторвись на мне. Победи меня наконец-то. Приходил с работы грустный, она говорила, кто обидел? Начальник, давай, сделай, я начальник. Как его там? Михалыч, я Михалыч, давай, накажи. Можно, мне кажется, выйти из любой ситуации, имея чуть-чуть в голове творчество. И все будет хорошо. Да, есть ведь психологическая мотивация к сексу. Ну и кроме того, можно подумать и о физиологической части, то есть о проблемах со здоровьем. Мы собрали информацию о том, какие факторы губят мужское либидо. Давайте посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ ЧОМУ ЗНИКАЕ ЛИБИДО У ЧОЛОВИКИВ? Мы собрали четыре факторы, которые поясняют это. Первое. Травмы статевых органов. Забивая яичка, даже за часы детства, например, в ходе игры в футбол, хлопчики даже не подозривают, что в дорослом жизни это может привести к застою в семейных канальцах, запалень и даже злоякесных пухлин. Адже яичка продукуют тестостерон, тож таки порушения впливают на сексуальный потяг. Другое. Наслідки прийому медикаментів. Прийом антидепресантів, нейролептиків, антибіотиків та гормональных препаратов впродовж двоих-чотирьох тижнів призводять до астенічного синдрому. В таком стані організм чоловіка ослаблений та втрачає здатність до тривалого фізичного напруження. А про секс тут взагалі можна не згадувати. Третє. Утримання від сексу. Довго не вступаючи в статеві стосунки, чоловік ризикує назавжди попрощатися з потенцією. Організм сприймає збудження як непотрібну функцію та блокує вироблення гормонів, потрібних для лібідо. Для здорового гормонального викиду чоловікові 30-40 років лікарі радять займатися сексом не менше одного разу на тижні. Дослідники Санто-Томас-Юніверситі в Колумбії стверджують, що закохані вуковито люди отримують значно менше задоволення від сексу, ніж непитущі. І якщо чоловік вживає щодня навіть незначні дози алкоголю впродовж року, приміром 50 грамів горілки або 300 грамів вина, це призводить до значного занепаду лібідо. Та серед усіх алкогольних напоїв справжньою вбивцею лібідо є улюблене чоловіками пиво. Хміль містить фітоестрогени, рослинні аналоги жіночих гормонів, естрогенів. Лишень замисляться, в одному літрі напоїв міститься у 100 разів більше таких гормонів, ніж за день виробляє жіночий організм. Тож чоловіки, бережіть своє здоров'я, якщо хочете займатися сексом доскону. Ніколай Іванович, кроме цих причин, що ще може повлиять на мужське сексуальне желання? Проблема може бути також і в различних заболіваннях. Нужно, може, перевіритися у доктора, все ли там в порядку. Ніколай Іванович, що це за заболівання можуть бути? Це заболівання серця, гипертонія, атеросклероз, це діабет, це повищений холестерин. Це в молодому візрість може бути недостаток холестерина. Ми провели медичинське обслідування для того, щоб знати состояние мужського здоров'я. Віталіка. Доброго дня, може? Здравствуйте, проходите, будь ласка, ложитесь, будь ласка, на кушеточку. Аби дізнатися, чи є фізіологічні відхилення в героя, ми перевірили тиск, взяли аналіз крові, ненаявність цукрового діабету, на рівень тестостерону та гормону стресу кортизолу. Чоловіки, в яких рівень цього гормону зависокий, часто мають еректильну дисфункцію, тож ухиляються від частого сексу. Аби це виключити, ми визначили швидкість притоку крові артеріями статевого органу. Тож, що дійсно проблеми зі здоров'ям впливають на лібіду нашого героя. АПЛОДИСМЕНТЫ Вычеркните молочницу из своих планов на выходные. Спонсор показа торговая марка Пима Фуцин. АПЛОДИСМЕНТЫ Не стоит забывать и о венерических заболеваниях. Потому что, если у одного из партнеров есть какая-либо проблема, возникает четкий психологический блок. Скажите, пожалуйста, были ли у вас какие-то заболевания? Да. Вірус папилломы человека. Как вообще это? Откуда? У нас были папилломы эти на половых органах. Мы лечились три месяца. И буквально перед свадьбой, за три дня до свадьбы, мы закончили курс лечения. Вы знаете, по большому счету, им можно заразиться еще от родителей, им можно заразиться бытовым путем. Их существует около ста видов, которые находятся в организме человека. Беда в том, что вылечиться от него невозможно. Мы можем убрать, допустим, проявление папиллома вирусной инфекции хирургическим путем. Знаете, когда женщина приходит, она ложится на кресло, а у нее вот так вот, как цветной капустой, все усеяно, то я могу понять и мужчину, который не хочет при этом заниматься с ней сексом, и эту женщину, которая не готова заниматься с мужчиной сексом. Вот когда вот есть папилломы, ты боишься, а вдруг ранить. Ну, то есть у меня были они, и у Виталика тоже они были. Ну, ты боишься ранить и его, и себя. Николай Иванович, это отражается на либидо. Безусловно, психологическое влияние на либидо, оно есть. Ты боишься, что эта папиллома оторвется, что это будет кровотечение. Ну что, мы готовы узнать результаты исследования, которые проводили с Виталием в состоянии вашего мужского здоровья. Внесите, пожалуйста, результаты. Виталий, а вы переживаете о результатах экспериментов? Так. Может быть, и всякое. Исследования показали, что Виталий Васильевич абсолютно здоров. И все в него краснобжение в половом органе в пределах нормы. И гормональные функции в него прекрасны. Вся причина в взаимоотношениях между Виталием и Ольгой. Ну что, вот смотрите, наши герои в браке живут 7 месяцев. Николай Иванович, скажите, когда стоит нервничать и задумываться, вот спустя какой период, находясь в браке? Условно-физиологический ритм, который считается 2-3 раза в неделю, он наступает через 2-3 года. Поэтому, если это произошло через 7 месяцев, то, безусловно, стоит задуматься, в чем дело. Поговорить между собой, поговорить с доктором, с психологом, с сексологом, выяснить, может быть, поменять работу, если действительно это причина. Но об этом беспокоиться нужно. Действительно, в каждом браке встречаются кризисные периоды. Вначале происходит стадия идеализации. Мы только встретились, мы счастливы, нравится все. Потом мы сталкиваемся с реальностью. Мы становимся раздражительными, мы перестаем уступать. И так или иначе, мы начинаем придираться друг к другу. Также кризисными считаются в браке периоды, когда женщина в положении, когда рождается ребенок, и первое время после рода. И путают роли, где они родители для ребенка, и где они все-таки любовники, муж и жена, друзья, друг для друга. Есть и возрастные особенности. Женщина особенно здорово и сексуально чувствует себя с 35 лет. Так или иначе, это может не совпадать по возрасту с тем пиком, который демонстрирует мужчина в своей сексуальности, будучи еще молодым, сильным и здоровым. Хотя, должна сказать, что многие мужчины после 40 лет чувствуют себя гораздо лучше, гораздо эффективнее в отношении любовных отношений. Я на каком-то этапе уже могу сказать, что уходит желание с возрастом. Может быть, и повысится вес, и снизится тестостерон, и человек переесть может, и набраться холестерина, и повысится давление, и появится диабет. Ну, почему я так издалека? Потому что 28 лет, но еще мало прошло времени, и мало заболеваний человек мог взять на себя. А как можно сохранить мужское здоровье дольше? Давайте посмотрим. Мы собрали четверку найефективнейших способов, которые допоможут уберегать человеческую силу на долгие годы. Первое. Ходение босоняш. Адже на стопах есть нервовые закончения, которые впливают на центры сбуджения в мозгу и стимулируют потенцию. Другий и особенно действующий метод – стимуляция яичок. Такий массаж сприяє збільшенню кровотоку в яичках та пенісі, что значительно подвищает эрекцию и покращивает створение человеческого гормона. Третий способ – солнечные процедуры. Они не только поднимают настроение, но и человеческий запах. Благодаря ультрафиолету в организме потребляет витамин D, что стимулирует выработка тестостерона. В день человеку нужно 10 мг этого витамина, а это до уровня 20-30 минут на солнце. Або ж 200 граммов вареної картопли чи 100 граммов любых морепродуктов поповнять добовую норму для человека. Та на остаток – сбалансоване харчування. В рационе должны переважать продукты, которые богатые на витамины А, С и В. Они подсилуют передачу нервовых импульсов и статевое сбуджение. Витамину А нужно использовать 1,5 мг на день. А это 100 граммов курячей печеньки, або 5 морквин. Витамину С – наиболее в Петрусце, яблоках и черной смородине. В 100 грамм этих продуктов – денная норма витамину – 50 мг. Бобовые и хлебобулочные виробы – наиболее джерело витамину В. Его достаточно всего 2 мг на день, а это по 150 граммов вышеизначенных продуктов. На варке человеческой силы – цинк. Его називают минералом регулярного секса. Цей элемент – будивельный материал для молекулы тестостерона. 200 граммов вевсянки щодня, и вы на коне. А справедливых самцов вы, наверное, сами знаете в обличьях. Адже щодня видите их. У себя, бля подъезд. Человеки, которые щоденно вживают насиня соняшника, мают прекрасный лібидо. Адже всего в 100 граммах насиня добова норма цинку. Выявляется, дарма прекрасная половина людства недооценит друзей на районе. Адже, женщины, измените рацион своего человека, чтобы улучшить его сексуальные желания и свое удовольствие. Оль, вы вообще Виталика кормите? Да. Виталик, вы любите покушать? Да. Оля, что он любит есть? Что он любит есть? Картошку, мясо. А после того, как вы наедитесь, вам уже секса не хочется? Вам ничего уже не хочется? Ну, когда поем, то всегда хочется лягти, положить трохи. Виталик у нас очень любит картошечку с мясом. А говорят, что вегетарианцы более сексуально активные мужчины, и что лібидо у них выше. Правда это или нет, Николай Иванович? У вегетарианцев половое влечение может сохраняться дольше, потому как их состояние здоровья остается неповрежденное более длительное время, чем у мужчин с пивным животиком, с бляшками в сосудах. И это все отрицательно влияет на лебида, на мужчину. Мы решили провести эксперимент для того, чтобы узнать, все-таки у кого же лебида вышло? У вегетарианцев или мясоедов? Мы обследовали 30 мужчин, 15 вегетарианцев, 15 мясоедов. Наших испытуемых мы проверяли на общий холестерин. Мы определяли уровень тестостерона. Существует определенная граница, выше которой холестерин уже не может превращаться в тестостерон. Мужское желание или лебида зависит напрямую от уровня тестостерона. Мы, в принципе, ожидали то, что холестерина у мясоедов будет больше. Такой результат мы и получили. Но неожиданным стало то, что тестостерона у вегетарианцев мы получили больше. Вследствие чего у вегетарианцев сексуальная функция мужчины, конечно же, эрекция, больше, чем у мясоедов. Для среднестатистического мужчины весом около 80-90 килограмм в возрасте 30-40 лет необходимо 250-300 миллиграмм холестерина в день. Это возможно при съедании всего одного жутка или же 200 грамм свинины жирной. Или выпить, скажем, два стакана 6-процентного молока. Если употреблять постоянно чрезмерное количество холестерина, это все приведет к ожирению, к метаболическому синдрому, вследствие которого упадут уровни тестостерона. Это будет влиять на мужское желание и эрекцию. И это фактор риска эректильной дисфункции, поскольку первые сосуды, которые заливаются, это сосуды половой члена. Я бы все-таки не призывал всех поголовно заниматься вегетарианством. Для производства половых гормонов необходимо присутствие холестерина. То есть холестерин, в принципе, он положительно влияет? Ну, до определенного уровня. В небольшом количестве. Если мы его будем принимать с возрастом уже или в пожилом возрасте, то это, в конце концов, может привести, ну, и к ожирению, и атеросклеротическим бляшкам в сосудах, в том числе полового члена. А у нас в гостях есть еще одна пара, которая столкнулась с проблемой равнодушия мужчины в постели. Встречайте, Алена и Александр. Аленочка, здравствуйте. Ну, первый мой вопрос. Естественно, я знаю, вы должны были быть с супругом. Где он? Встречайте, Алена и Александр.